Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя Огородная Азбука. Сегодня 9 марта и вопрос, когда сеять томатных гномов для открытого грунта, остается пока открытым, потому что кто-то сеет раньше, кто-то сеет позже. Я сегодня покажу свой посев, вот этот для открытого грунта томатных гномов, но самое главное, расскажу от чего это зависит. Мы сейчас поговорим на эту тему, но сразу скажу, что это как раз то самое длинное видео, которое для тех любителей томатов, которые хотят знать все подробности. Я вам покажу разные, обзор рассады будет томатов разных сроков посева гномов. Вот видите, я все сюда принесла, и большие, и средние. Сравним с рассадой томатов настоящих. Ну а начну я, конечно, рассказываю, опять же, вот с этого вопроса. Посев томатов, ой, посев томатных гномов для открытого грунта. Когда начинать? Я высказываю свое мнение, может быть оно не совпадет с мнением вашим, но ничего страшного, на основе разных мнений как раз создается истина. Вот у меня посев 9 марта, это будет последний посев для открытого грунта. Я поняла, гномы у меня, ну всего лишь один год я с ними, но я за это время поняла, что вот эта дата посева зависит от условий выращивания рассады. Сейчас мы подробнее рассмотрим от усиленной подсветки, то есть нет, не от усиленной подсветки, от того, какую подсветку вы дадите, или будет усиленная подсветка, или будут такие идеальные условия, что вы сможете на солнце их держать все это время с длительным световым днем. Или у вас, и вот в этом случае они будут расти очень быстро, или у вас будут обыкновенные, вот у меня в одном случае есть лампы дневного света, под ними томатные гномы растут медленнее. Я сейчас как, я не знаю, как сделать-то. Сейчас, чтобы сделать подробный обзор рассады, я сниму камеру и про каждую дату посева покажу и расскажу вам отдельно. Обзор рассады томатных гномов, конечно, следует начать с самого первого моего посева, которые экспериментальные для выращивания в теплице, которые я посеяла 26 января. На каждом из них дата указана, и кроме указания даты, я пометила, что это именно для теплицы, это не для открытого грунта. Но тут ясно, потому что если они уже с бутончиками, с цветочными кистями, ясно, что до открытого грунта мне их дотянуть будет сложно, потому что еще март, апрель, май, три месяца мы высаживаем только в начале июня. И вот эти томаты только для теплицы. Только попробовать, как они будут расти в теплице. И вот смотрите, им месяц и один день примерно. И по наличию цветочных кистей у них можно уже сделать вывод, что если бы я сеяла также для открытого грунта, а скажу сразу, что они выращивались под лампой, под профессиональной лампой Марцгидра, поэтому они такие здоровые, они быстро развивались, и они удивили меня тем, что некоторые сорта в возрасте один месяц выкинули цветочную кисть. Все, вот это им месяц и неделя, наверное. Так, вот у меня второй посев гномиков. Эти гномы посеяны уже через две недели. Я делаю шаг полмесяца и сею следующие. Они еще, видите, в каком состоянии. Возможно, вот эти томатные гномы, возможно, можно и дотянуть до открытого грунта. Почему я так говорю? Потому что я от многих зрителей своих слышу, но пишут, что я сею томатные гномы для открытого грунта в середине февраля, потому что они тугодумы. Но про причину тугодумства мы попозже поговорим. Вот второй посев. Это будет уже третий. Зашла с другой стороны, значит, мы идем по возрастающей. Вот эти для теплиц самый ранний посев, конец января, это средина февраля. Ну, а это вот сегодня, 9 марта. Специально принесла вот сюда простой. Сейчас мы сравниваем рассаду вот этих томатных гномов и простой томат, который... Надо отодвинуться, чтобы весь простой вошел в камеру. Вот такой огромный. Которые посеяны в один день. Вот смотрите, вот рядом стоят гномы. Вот этот пудовик. Вот это посев для теплицы 26 января. Вы видите, насколько они разные. И для полноты, чтобы вы поняли, что это за рассада, простые томаты, во что она превращается за этот срок. Сейчас посмотрим всю группу вот эту для теплицы. Ну, вы помните, какие были томатные гномы. Этих тоже с близкого расстояния. Все даже они не входят. Вот их друзья, которые были посеяны с ними в один лоток даже. Вот простые томаты. Ясно, что простые томаты все-таки, вот по фазам развития, если учесть, что они уже цветут, они идут немножко с опережением от гномов. Ой, забыла сказать, чтобы не было потом вопросов. Я вот эти, для получения супер раннего урожая, какую-то часть томатов, которые для первой теплицы, я делаю сейчас перевалку, даю им больший объем грунта. Потому что они все вошли в фазу бутонизации, в фазу цветения. И уже 500 миллилитрового стаканчика им мало. Вот здесь, кстати, стоят, вот они, видите, мамонтенок, сердцеедка. Это вот который, семена Алтая я нынче покупала, тоже мамонтенок расщелкивается. Хотя он стоял долго-долго, я про него говорила. Тоже пыжится, хочет догнать ботяню, там, пудовика, но у него ничего пока не получается. Он немножко с опозданием. Те, которые я не успела перевалить, вот стоят у меня на очереди. Они, выбирая в первую очередь, конечно, цветущие переваливаю. Все они в хорошем состоянии, хотя, конечно, им уже можно было бы чуть раньше перевалить, но так как я переваливаю в одни руки, то немножко не успеваю за ними. И вот они стоят здесь на очереди, а вот это идет вторая волна, вот это вот каша-малаша, прямо около печки, около камина пришлось их тут бросить. Ну, тоже у них состояние хорошее, но я боюсь, что они тоже скоро потребуют перевалки. Их... Они еще в 200 миллилитров, в 200 миллилитров стаканчик, не в большом. Их, вот эти я когда перевалю в большие, в эти мешки, а те перевалю вот в такие, в 500 миллилитровые. Короче, тут томатный конвейер. Кошка сторожит. Вот когда мы сделали обзор рассады предыдущей посеянной, теперь я хочу рассказать, какие сорта я буду сеять сегодня для открытого грунта. Уже упоминала, но еще повторю. Сею все сорта, которые есть у меня, которые мои семена, они куплены, то есть, которых много в наличии. Вот здесь у меня Большая удача, фестиваль Адалаиды, потрясающий, Фирокавкай, Русский вихрь, Мали Роуз, Пурпурная розела, вкусное вино, Бабльгам, Завиток удачи, Гордость побережья. Дальше. Улуру Охра, Бой с тенью. Она у меня здесь уже была, но это повторяется для открытого грунта, а та для теплицы. Гордость пирса, Пурпурное сердце, мятные полоски, конфетти, стринги, Кайтедит, Радуга Хейли, Теннесси, Тасманский шоколад, Спящая леди. Это один лоток, а мне еще один надо посеять, и там продолжатся сорта, которые есть у меня в наличии. И вот этот, вот это, последний посев томатных гномов, именно для открытого грунта. Больше сеять я не буду, потому что позже, я считаю, сеять нецелесообразным, я боюсь, что если, они же не скороспелки, они не указаны, что так сильно раннеспелые или скороспелые, так что их в конце марта или в начале апреля, я думаю, если я посею, а я живу в сибирском регионе, то у меня они не все вызрюют на материнских кустах, их придется зелеными срывать. Это я очень не люблю, поэтому, вот, 9-10 марта, вот эти два дня, будут последние посевы. Вот эти все сорта я буду сеять в чуть увеличенном количестве, не как вот зимой сеяла по одному, по два. Для чего? Хочу все-таки попробовать испытать их в тоннелях, то есть, как они будут, по какой схеме выращиваться. Сейчас я их сею в лоток, до самого последнего конца держу в лотке, а потом буду пикировать сразу на улицу, без вот этих. Вот эти все ступени мы перешагнем. Я не буду их ни в 200-миллилитровые стаканчики, ни в 500-миллилитровые стаканчики, никаких перевалок не будут, они уйдут сразу на улицу. И вот это самое главное испытание для этого посева, для открытого грунта, хочу действительно удостовериться, так ли они выносливы, как наши сибирские толстоногие сорта. Да, томатных гномов говорят много, но вы знаете, что у каждого огородника свое мнение, даже специалисты расходятся во мнениях, иногда обсуждая ту или иную проблему. И все меня знают, я пока сама не испытаю на себе, пока все качества лучшие их не выявлю, ну а может быть и худшие какие-то есть там качества, может быть и минусы какие-то найдем. Но пока минусов я не вижу, плюсы только, я хочу все попробовать на себе и потом уже могу точно говорить, что да, они неприхотливые, они такие же, как сибирские выносливые, они такие же. Так, как я сею? Я семена уже разложила, сейчас, могу даже снять и показать. Посев томатных гномов ничем не отличается от простого посева томатов. Видите дырочки? Так же, как для простых томатов, делаю бороздки с расстоянием от 3 до 5 сантиметров, просто на глаз. Ну видно, что тут примерно одинаково, но некоторые есть потоньше, вот некоторые потолще, это не важно. Потом раскладываю семена с расстоянием полтора-два сантиметра друг от друга. И вот эти, видите, палочки, шпажки, они разделяют тут один сорт, там другой сорт, тут один, там другой. Обязательно, конечно, делаю, ну как, подписываю, этикет приклеиваю. Сейчас я сеяла, можно сказать, почти в сухую землю, в чуть-чуть увлажненную. Не обрабатывала грунт, не протравливала семена. Сейчас, когда уже весь лоток готов, а скорее всего, когда будет еще один, второй готов, я просто поливаю, привикур я уже развела, я просто поливаю вот эти вот посевы все вместе с заглубленными семенами. Вот так поливаю, один распитает, потом еще раз поливаю, то есть я увлажняю вот этим фунгицидом, протравливающим средством, только локально, только те места, где у меня сидят семена. Весь грунт я обрабатывать не буду, пусть он остается, как бы сказать, со своей живой микрофлорой, какой там есть, потому что мы знаем, если мы протравливаем грунт весь, то там убивается все живое, потом приходится еще фитоспорином поливать, чтобы немножко, как бы там оживить его. Я вот эти только дорожки полью, дорожки с семенами. Практика последних нескольких лет показала, что этого бывает достаточно. И после основательного полива я вот раз полила, просто грунт у меня сухой здесь, потом еще раз полила. Дожидаюсь, когда все впитает, и потом просто вот этими сухими гребнями чуть-чуть так привалю, я на сантиметр заглубила внутрь, и еще немножко, ну, полсантиметра сверху. Больше я ничего не поливаю. Зачем вот этот сухой грунт сверху наваливаю? Чтобы не образовывалась корочка. Чтобы корочка не образовывалась, чтобы грунт сверху был такой, как бы сказать, ну, воздушный, воздухопроницаемый. Грунт готовила так же, как всегда я говорю, как обычно, добавляла сюда, уже практика последних двух лет, добавляю кокосовый брикет, именно в посевные. Он не обязательно, чтобы был сильно питательный, чтобы был сильно такой, насыщенный всякими, но им тут всего жить не так долго, они будут молодые. Потом уже, когда я буду куда-то пересаживать, но даже это не гномов касается всех, вот в этих грунтах уже более у меня питательная земля здесь. Все, я сейчас прикрыла, закрою пленку, ставлю в темное, в теплое место, темное не обязательно. А сейчас будем самый интересный вопрос обсуждать. Вот сегодня 9 марта. Не рано ли это? Не поздно ли это? Можно ли посеять еще позже? Вот всякие вопросы я слышу, всякие-всякие разные. Про посеять попозже я сейчас скажу. Я уже в начале видеоролика говорила, что если есть у вас возможность сделать полноценную, усиленную подсветку, можно посеять и позже. Если, смотрите, если мои гномы в возрасте месяц, ну пусть месяц и 10 дней, вошли в фазу ботанизации, и если вы высаживаете, например, в Сибирском регионе только в июне, то посеять можно и в конце марта, потому что апрель, май, еще два месяца, но это при условии, если у вас есть подсветка. Или полноценный солнечный, как окно солнечное, в течение всего дня, чтобы было солнце, чтобы не так, два часа солнца светит, потом оно ушло на другую сторону дома, и у вас они сидят так, как в сером таком, ну освещения недостаточно. Все. Я считаю так. Если вы решили сеять позже, делайте им полноценную подсветку. Не рано ли это? Ну, тут уже нас выручат сами гномы. Сама их способность, как я говорила, что это верные томаты, они ждут очень долго. Они даже во взрослом состоянии, они не вытягиваются. И вот это не вытягивание рассады, это один из основных признаков, характеристик, который мне очень нравится, который очень помогает огородникам, тем, у кого поздняя высадка, очень помогает, что рассада не замученная, она ждет долго, она коренастая, она толстоногая. О, тоже бутончики лезут. И даже если у нее появятся бутоны, сейчас покажем бутоны, бутоны. Даже если она почти взрослая, и если у нее появляются бутоны, смотрите, какая она, она коренастая. Как лучше вам показать? Сейчас, подождите. У нас тут теснота. Все хотят в камеру попасть, и не получается у всех. А, вот сюда сейчас поставлю точно. Подождите. Так, минутку у нас еще тут. Видеооператор-то еще тот ас. Так, подождите маленько. Дай младшему брату место. Вот смотрите, даже если они уже вошли в фазу бутонизации, но ясно, что они компактные, они не доставят вам никаких проблем. Их если пересадить, например, в 500-миллилитровый стаканчик, мне кажется, они долго там могут расти. Но тут даже комментарии излишни. Видите, насколько много проблем доставляют простые вот эти вот деревья, которые посажены в один и тот же день. И вот этот гном, он, конечно, простоит, наверное, даже лишний месяц, будет ждать. Вот это на вопрос, не рано ли сеять. Если сеять и рано, мне кажется, с ними много проблем не будет. Они будут коренастые, они будут толстые. Пусть они даже зацветут, вот как мой пудовик, но они хотя бы не вытянутся вот в такое, видите, уперся вообще в потолок гарнитура кухонного моего. И вот сейчас я их пересажу, еще немножко они порастут. Это хорошо, что мне высаживать 22-25 марта осталось еще 2 недели всего, иначе я уже не знала, куда их девать. А гномики, они компактные, их раз в лоточек поставил и в другое место перенес. Кстати, про более позднюю дату посева хочу добавить. Можете посеять и позже, например, в конце марта, если у вас есть возможность, есть вот какое-то такое сооружение, короче, если есть возможность выносить на яркое-яркое солнце и держать их здесь подолгу, если не поленитесь утром выносить, вечером заносить, то вот эти более поздние посевы, они на солнышке, очень-очень быстро догонят тех, которые выращиваются в комнатных условиях. Тугодумали томатные гномы, это вопрос уже традиционный, он у нас во время каждого видеоролика. Сейчас скажу еще раз, как наблюдения же увеличиваются, накапливаются все в копилочку. Смотрите, они развиваются хорошо, все у них, цветочные кисти выпустили они, они стояли под хорошей подсветкой, и вот эти большие настоящие томаты, и томатные гномы. Но, если все-таки сравнивать вот с простыми сортами, то опережение-то налицо, то простые томаты уже зацвели, и первая кисть, и вторая у некоторых цветет. А томатные гномы все-таки какие-то выпустили бутончики, какие-то только намеки на бутон, вот на этот, на цветочный, чтобы только-только он начал выходить. И тут уже можно сказать конкретно, что если по сравнению вот с такими простыми сортами, все-таки у них немножко помедленнее идет развитие, если мы судим по появлению бутонов и подсветению. Сразу скажу, что ни один томатный гном у меня еще не зацвел. А цветущие томаты простых сортов, вы видели сейчас, расцвели почти все, которые я сеяла вот 26 января. У кого-то одна кисть, кто-то уже даже первая кисть отцветает, уже вторая кисть, но томатные гномы не порадовали меня еще ни одним цветочком, как зацветет, скажу вам. И вот на основе этого, наверное, да, чуть-чуть они задумчивее, чем простой томат. Ну и в завершение этого длинного, но я надеюсь, познавательного ролика, особенно для начинающих огородников, я хочу сказать, опять же, когда сеять томатных гномов, каждый должен решить сам в соответствии со своими условиями выращивания. Теперь я уверена на 100%, что все зависит от наших условий, в каких мы будем выращивать этих томатных гномов. Если можно создать им условия идеальные, то есть и тепло, и подсветка, можно их сеять и попозже. А если условия обычные, на простом окне, без подсветки, то тогда, конечно, нужно их сеять чуть пораньше, чем простые томаты. Я вот вам наглядно показала, что простой томат, он давно уже цветущий, а томатный гном еще думает. Я их теперь не буду называть тугодумы, я буду называть задумчивые томаты. И так как они у меня первый год, я предлагаю посмотреть тем, кто вот недавно добавился, возможно, не видел, какие все-таки красивые, великолепные плоды дают нам вот эти томатные гномы, когда поспеют. Вот небольшой кусочек видео, где фотографии гномов зрелых, ну, плодов прям спелых. И там небольшие описания сортов, чтобы для тех, кто, например, намечает на будущий год посеять и вырастить томатных гномов, увидели их во всей красе. Ну все, а я с вами сейчас прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые очень интересные видеоролики. Ставьте лайк. С вами была Ольга Чернова и мои задумчивые томатные гномы. Последний посев это посев томатных гномов для открытого грунта. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА